Слава Украине! Привет всем от Полонского и немножечко о РПЦ. Итак, секта РПЦ, это, напомню, это гундяевская секта, не имеющая ничего общего с православием, выпустила новый пасквиль, новую княжонку, называется «Жить Родине Служить». Это такая княжонка, имеющая детский формат, небольшой формат, и продается в разделе «Детские книжки». А в этой княжонке рассказывается о том, что нужно быть, вот послушайте, покорным всякому человеческому начальству, не Богу, вот заметьте, да, это же по идее, вот я, например, не особо верю в Бога, но я даже, скажем, я не атеист вообще, но в Бога не сильно верю, по крайней мере в том формате, в котором эти все религии предлагают. Но даже я понимаю, я далек от этого, что покорным людям религиозным надо быть покорным Богу, но никак не всякому человеческому начальству. А еще, я просто читаю, я обалдеваю, да, значит, А, вот послушайте, в книгу вошли изречения, которые учат тому, как нужно относиться к родине, настраивают на военные будни и укрепляют волю к победе. Елки-палки, я что-то не понял. Это РПЦ издает, эта церковь издает подобную княжонку для детей, заметьте. То есть, готовят шахедов уже вот с такого возраста, мелких, да, таких террористов готовят. Вот. Или это военная, какая-то военно-патриотическая книга, пропагандистская, которая готовит будущее пушечное мясо к тому, чтобы это пушечное мясо когда-нибудь в какой-нибудь войне безропотно подохло за нового, какого-то очередного Путина, или как там, Сталин, или еще какая-то сволочь, которая будет у них руководить, потому что не сволочи у них никогда не руководят. Еще раз говорю. А, еще вот послушайте, что там, значит, есть. В книге есть следующая глава, я вам сейчас просто зачитаю, вы обалдете. Святые отцы о войне, мире и российском воинстве. О войне. Призовут, мы не потужим, родине послужим. Нормально? Религии здесь речи нету, служить надо, родине. Без рытья нет на войне житья. То есть, опять, представляете, детям маленьким, вот с такого возраста, внушающим нужно рыть окопы, слушаться начальству, родине служить, а где там бог при этом, при всем. Дальше. Строевая подготовка, сила, бравость и здоровка. А строевая подготовка, каким боком, извините меня, к религии. И так далее. И вот еще там очень хорошее. О врагах нашей родине. Ну, а нас, о украинцах, я так понял, они пишут. Вот, то есть, смотрите, РПЦ, еще раз говорю, РПЦ, это не Соловьев с Киселевым, там издали, и не Боброедка, Симоньян. Нет. Это издает, значит, Московская православная церковь, Гундяевская. Типа это воспитание детей. Я что-то не понял. Где там хоть слово есть о боге? И вообще, какое отношение в таком случае, если вот организация, издающая вот подобную макулатуру, какое оно вообще отношение к богу имеет? И может, в принципе, иметь никакого, конечно. Хотя, если вспомнить, то РПЦ создана вообще. Чьим указом создана РПЦ? Давайте вспомним. Правильно, указом Сталина. Указом Сталина. А каждый поп РПЦ кем был? Правильно. Мы тогда МГБистам, ну, тогда у нас не было еще КГБ, а было Министерство госбезопасности, МГБ. Вот, каждый этот поп имел, значит, МГБистский погон, а до этого НКВДшный. Ну, а вот сейчас уже эти новым передали гундяевцам сейчас эстафету. И гундяевцы выпускают вот такую макулатуру. Ну, с РПЦ, в принципе, все абсолютно понятно. Там печати не на что ставить. Там просто кошмар. И жуть. Я хочу спросить у наших попов, у ПЦ Московского Патриархата. Вы как, поддерживаете вот таких вот своих коллег из Московии? Это они, кстати, все о нас. Они готовят вот этих детей, чтобы убивать ваших, как вы говорите, паству, которую вы любите. У ПЦ МП ничего там не жмет, нет?